Сотрудники Госадомтехнадзора собственным примером показали, что они не только заставляют убираться других, но и сами готовы при необходимости взять в руки лопаты, грабли и метлы. В Никольск они приехали не случайно. Дело в том, что с этого военного городка поступало достаточно много жалоб от граждан на отсутствие благоустроенности. Мы решили в этот день свои силы применить в этом месте, для того, чтобы жители к нам в том числе присоединяются, приходят мамочки с детьми. Поэтому мы считаем, что таким способом мы должны показывать, что мы все вместе стремимся к чистоте в нашем любимом Подмосковье. Как показывает время, этот военный городок уже много лет обделен вниманием управляющих компаний. Именно поэтому каждый пришедший на субботник внес свой посильный вклад в благоустройство территории. В полном составе сегодня наш отдел вместе с молодой гвардией, с администрацией данного поселения. Вышли все вместе на субботник, потому что вроде мы как надзорный орган, вроде сами должны надзирать. И вот решили своим примером тоже показать, что нужно убираться, делать чище территорию. Участники мероприятия стали свидетелями совершенно неприглядной картины. В парке, через который ежедневно передвигаются многие жители городка, имелись многочисленные навалы бытового мусора. Кроме этого, в большом количестве лежали крупные фрагменты деревьев, ветки, порубочные остатки и прошлогодняя листва. Городок оживает, оживает, ремонтируются дороги потихонечку. И сегодня здесь, на Новом городке, порядка 300 человек вышло на субботники. Ну и плюс еще некоторые коллективы, которые тоже приехали к нам сюда в полном составе. Это Государственный административно-технический надзор. Они тоже у нас работают здесь, там, возле Дома офицеров. Очень приятно, конечно, видеть, что люди отзываются на то, чтобы навести порядок у себя дома, в своем доме. Всего в Новом городке на субботник вышли порядка 300 участников. Возле местного Дома офицеров в этот день их ждал горячий чай с пирожками. Всего же в Никольском поселении в уборке территорий приняли участие 1150 человек. Общими усилиями они собрали более 52 кубометров мусора. Человечество не погибнет в атомном кошмаре, оно задохнется в собственных отходах, отметил когда-то датский физик Нильс Бор. Однако, чтобы этого не случилось, люди должны всего лишь научиться не мусорить и убирать за собой.